Многие хитерши, такие как Наташа, Валя, которые приходят ко мне на канал и пишут всякие гадости. И иногда пишут так, зачем вы это снимаете, чтобы мы и так сознаем, чтобы ухудшить наше настроение. Я снимаю, вот сейчас я снимаю информацию про депутата, я уверена, что большинство не слушают этих депутатов, которые что-то нам вещают, не слушают, потому что неинтересно. Но бывают такие вещи, они говорят, что просто диву даешься. На самом деле даже очень интересно, как они думают, как они мыслят, оторваны ли они от народа. Например, депутат Госдумы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала ситуацию с ростом доллара. Вот что она сказала. Человеку, который живет на одну зарплату, все равно, думаю, простому народу, все равно на это, на рост доллара. У него никогда долларов-то и не было, никто ее глаза не видел. Те, кто ездит за границу, переживают, а обычный человек ничего не заметит. Будет странно, если это отразится на ценах в магазинах. Почему тогда цены привязаны к доллару, если люди все закупают в рублях? Надеюсь, рост доллара не ударит по обычным людям. Кавычки закрываются. Так сказала депутат Госдумы Светлана Журова. Но мы-то, простые люди, знаем, что это не доллар дорожает, это рубль дешевеет. Цены на почти все товары зависят от доллара по причине присутствия в той или иной степени импортных товаров, ингредиентов, комплектующих, оборудования в цепочке производства так называемых наших товаров. Любой студент, любой школьник знает, что телефон, который он держит в руках, произведен не в России. У нас нет такого производства. Мы в России не делают телефоны. Где угодно делают. Но в основном все идет из Китая. Вся техника. Все, что дома окружает, все, что, какая техника окружает тебя в доме, все это произведено в основном в Китае. Мода инчина. Молоко производят из порошка. Из сухого молока. Порошок покупают за доллары. И так во всем. Взять технику, которая работает на полях. Сельхозтехника. Она тоже импортная. И детали, и сама техника. Все покупается за доллары. А от этого дорожает продукция в магазинах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...